Алло, здорово. Здорово, фрики. Короче, смотрите, тут обновление вышло какое-то ёбнутое. Смотрите, такая вот хуйня есть. Лента активности, чат, лента модерации. Я в охуях. Go back to channel. Йоу. Посмотрите. Я в автое. У нас должно быть 5 зрителей. Бля, здорово, здорово. 24 субскрайбера, ребята, я не знаю. Здорово. Я рад. Тут ещё такая тема есть, смотрите. Скоро теги будут, понимаете? Теги будут. Я в охуях. У меня просто есть контакты администратора Кика, потому что я являюсь одними из самых успешных стримеров на данном сайте. Чё я делал, ребят? Твич судиться будет? В смысле, зачем судиться? Не надо. Я ненавижу суды. Это же там надо сидеть и выслушивать гадости. Я как представитель Кика не хочу, чтобы твич судился с Киком. Да и да чё, ну за что не доебутся? За что? Ну тут вообще не похожи сайты. Я знаю, что ты ждёшь боевой пропуск в доте, но его всё нет и нет. Не проблема. Летний боевой пропуск с ДК Хуком на последнем задании появился на Эпик Лут. Забирай пропуск бесплатно, а не за 300 рублей по специальной ссылке в описании. И выполняй задание, ведь уже на 15 квесте эпики раздают легчайшие арканы. Всем мало? Участвуй в рейде на босса в новой мини-игре. Атакуй Рошана вместе с тиммейтами одинаковыми стихиями и получай за победу скины и осколки Аегиса. Топить осколки можно весь ивент и открывать за них мега сундуки. Взгляните на наполнение сундука всего лишь за 35 побед. Круто, что играть в игру можно бесплатно раз в час. И даже на твоём смартфоне. В общем, ссылочку на бесплатный пропуск и мини-игру я оставлю снизу. Там же лежит промо на 15% и на дополнительную попытку в мини-игре. Временно был в запое. Очень много размышлял на разные вещи. В итоге ни к чему не пришёл. Грустил. Зачастую... Биты послушал хуй у вас стало. Там один нормальный есть, брат, но я не знаю. Это знаешь, типа у меня вот... Да хуй знает. Ну не звучат они хитом каким-то, понимаешь? Мне нужны хитовые биты, чтобы они были такими, типа... Вау, 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 вау. Вот такое что-то мое. Что я ещё делаю, ребята? Я очень много общался с людьми разными. По бизнесу, по небизнесу. В основном по бизнесу. Но иногда не по бизнесу. У меня есть для вас интересные новости, ребята. Потому что я бы не включал, если бы у меня не было новостей каких-либо. Знаете, просто так врубить стрим и... И что? Что это было бы? Новости имеются. Причём довольно-таки приятные. Приятные. Тут есть люди, которые живут в Варшаве. Вообще. То есть... Кто в Варшаве? Плюс чат напишите быстро. Ну короче, все почти, я так полагаю. Короче, концерт будет, ребята. Концерт намечается, причём очень плотный. Причём очень плотный концерт намечается. Я извиняюсь, конечно. Я извиняюсь. Рано или поздно это бы произошло. Да, то есть концерт будет. Там будет... Блин, там... Я там... Бля, там... Вообще пиздец будет. Я вам могу сказать, что концерт будет... У меня даже время есть, когда он будет примерно. То есть, ребята, концерт будет в июле. В июле будет. На следующий месяц. Примерно. Максимум через 2 месяца. Вот поэтому сразу можете писать, кто придёт. Кто не придёт, пишите причину, почему вы не придёте. Вот. Надеюсь, хотя бы 5 человек будет на концерте, чтобы... Ну... Чтобы подпевали. Главное, чтобы вы подпевали. Знаете, чтобы я не чувствовал себя отвратительно. Знаете, а то чё это? Я выйду на сцену, буду петь монобрейк. А зал будет молчать. Это как? Такого такого быть не может. То есть, 5 человек должны подпевать. Как минимум. Чё я ещё хотел сказать? А, ещё хотел сказать то, что, скорее всего, я буду прыгать со сцены на людей. Поэтому вам нужно будет меня ловить. Потому что... Чё, я прыгну? Да, меня никто не словит. Не дай бог сломаю себе что-то. И... Чё это за беспредел будет? Такое. Да? То есть, люди, которые будут стоять, вот, знаете, где-то в начале. Я, короче, прыгну. Точка. Только за хуй не трогайте. Блин, ладно, ждите. Спасибо, гейминг, за тысячу. Блин, не знаю, будто бы просто стрим врубаю, просто чтобы деньги пособирать с людей. Не знаю, почему я практически уверен, что... Что людей будет до хуя. У тебя же социофобия, как ты будешь на сцену выходить. Чувак, я так наебашусь перед выходом. Ты даже себе представить не можешь. Я настолько наебашусь, что... Что мне будет уже похуй. Выкупаешь. Вот. Не, ребят, вы не выкупаете. Вы не выкупаете. Вы не выкупаете. Да и я не выкупаю, на самом-то деле. Я же не ебочу, как это всё будет происходить. Даже примерно. Увидишь свою аудиторию и поплачешь. А что, если там будет ползала девочек с тиктока? Ну, бля, бро, я с собой калаш возьму тогда. Раз такая ситуация будет. Там же, когда билеты будешь покупать, там будет написано. Укажите ваш возраст. Там, типа, будет две опции такие. Типа, укажите ваш возраст. Знаете? Блядь. Чё? С кем ебашиться будешь? Что это вопрос? В смысле, с кем ебашиться буду? Да, ебать, вопрос сложный. Типа, с кем выступать? Один в одиночестве. Ну и ноунеймы какие-то разные. Там фонг будет какой-то играть, я хуй знает. И мур будет. Ну, тоже ноунейм, короче, не суть важна. Смотрите, там будет две функции. Типа, первая функция, это, типа, укажите ваш возраст. Знаете? И там, типа, указывать меньше 16 сайт будет запрещать. Ну, то есть, нельзя указать меньше 16. То есть, 16 плюс. Знаете? И вторая эта хуйня будет. Там будет, типа, написано, откуда вы узнали про этого замечательного, чудесного музыканта. И там будет такая, типа, функция, типа, знаете? Там будет разный выбор, да? Типа, от друзей, там, с ютуба. Вот. Я его бывшая, я его мать. Вот такие будут функции, типа. И будет, короче, такая функция с тиктока, знаете? И когда человек нажимает на тикток, у него все деньги с карты списывает. А билет не дают. Чё думаете, поэтому? Вот это я сам придумал. Чё думаете? Прикольно? Ты вообще пиздец. Ты перестал бояться, что тебе на концерте тупо ебало сломает двухметровый таджик? Блин, ну, кой шанс, что мне на концерте кто-то ебало сломает. Типа, там охрана будет. Ну, охрана же, ну, поможет. Ну, охрана будет. Ну, охрана же будет. Для начала. Охрана же будет. Вообще. Вот. Ну, и охрана поможет. Охрана поможет добить меня. После концерта? После концерта я хоть кому угодно ебальник сломаю, ребята, я не знаю. После концерта, мне кажется, я готов запиздиться с любым из вас. Вы себя видели? Вы же вообще тюбикоины ебаные. Вы же, это, 160 ростом. Гномы ебучие. Чё вы мне сделаете? Да, надеюсь, никто не запомнил мои слова и ебальник меня за это не сломает же, да? Я ж... Ну, я шучу. Я стример, я должен контент заводить. Это же не всерьез всё, да? Ну, никто же не воспринимает мои слова всерьез. Бля, я не знаю. Ребята, у меня такая ещё идея есть. Я там, короче, котов ещё буду продавать. Короче, при входе там ещё котов будут продавать вот этих. Шарите. Ебать я наварюсь нахуй. Ебать навар жёсткий будет. Я не знаю. Я стану богатым, мне кажется. Пиздец рынок. Цига. Так, блядь, все так делают. Все так делают, нет? Ладно, так уже быть, там будет ИРЛ розыгрыш. Там будет ИРЛ розыгрыш. Я, короче, со сцены кота скинул. Я, короче, со сцены кота кину вам. Надеюсь, вы будете пиздиться за него. Шарите? Бля, это же реально пиздата будет. Прикиньте, я кота выкидываю, люди видят, кот летит и начинают хуяриться за него. Бля, ебать круто. Почему ты перестал на основу стримы кидать? Бля, я не знаю на самом деле. Ну, ты прикинь, если бы я вас снова ещё закинул, у меня бы вот 5000 онлайна было и чат какой-то странный был бы. Я бы не смог даже на крутые вопросы с чата подать. Будет влог с концерта? Ммм, да скорее всего нет. Скорее всего нет, потому что... Да я не ебу, я же и людей там не знаю, которые будут вообще со мной по мапе двигаться. Сколько плюс-минус билет будет стоить? Да бля, какая разница, ребята, сколько билет будет стоить? Ну, разве цена важна? То есть вы хотите сказать, что я, ну, что я платный какой-то? Я считаю, что цена должна быть просто красивой, чтобы она красиво выглядела. 666 долларов. Мне кажется, это достаточно неплохая цена. Концерт будет в Варшаве. В Варшаве, ребята. И проблема в том, что я не знаю, сколько людей даже примерно придет, понимаете? Я же не знаю, сколько людей находится вообще в Польше, блядь, которые меня знают. Вот, и поэтому я хуй знает, какой зал даже выбрать. То есть, вы понимаете, я могу взять просто стадион. Ну, то есть, типа, стадион вообще не проблема. Огромный стадион там, где вот 50 тысяч человек в месяц, знаете? Вот, и... Типа... А придет 5 человек. Ну, что это за беспредел будет тогда, да? Тебе что-то как-то понимать? Не, ну я уверен, если бы я в Киеве концерт давал, то было бы, ну, 3000 человек минимум. Да даже больше, мне кажется. В Киеве, я думаю, очень дохуя людей пришло бы. Да не только ради музыки бы люди пришли. Кто-то бы просто хотел прийти, ну, побить меня, например. Понимаете? Он же деньги за это заплатит. Поэтому я и не против, оказывается. Что еще? Какие новости еще у меня есть? У меня в хате очень грязно, короче. У меня в хате прям нереальный срач. Знаете? У меня... Помните, я на стриме показывал пиццу? Вот эту коробку с пиццы. С под пиццей, короче. Вот это на полу, которая. Пиздец, она у меня до сих пор лежит здесь. Пиздец. У меня, чтобы вы понимали, просто уже мошки летают. У меня мошки просто летают уже по квартире. Пиздец. Разная. Прикольная. Шуршат там что-то. Вот это... Ну, шарите, да? Прикольно вообще. Ну, то есть я не чувствую себя одиноко. Если кому интересно, я... У меня друзья есть в хате. Есть с кем пообщаться вообще. А я не знаю, мне что-то похуй. Ну, ко мне не приезжает чел, который хату должен смотреть. В плане аренда... Аренда... Владелец квартиры, короче, не приезжает, знаете. Ему вообще похуй, ни разу не приехал. Он даже фотки никакие не просит у меня, прикиньте. Ему вообще поебать, блядь. Что я тут делаю, нахуй? Да ничего, по сути, не произошло. Не было стримить, понимаете. Вайба не было. Вайба не было вообще. Режим хоть у меня и хороший теперь стал. Я вот проснулся сегодня в... В 10 утра. Я сегодня вообще ёбнутый. Заказал себе латте. Выпил латте. Вот и сейчас попиваю. Короче, нормально поживаю. У нас экзамен в 10 был. Ребят, ну что я могу сказать по поводу экзамена? Что я могу вам сказать по поводу экзамена? Вот нахуй вам эти экзамены? Идите, работайте просто. Ну, типа... Устройтесь на какую-то работу. Зарабатывайте деньги. Становитесь самостоятельными и донатьте мне эти... Ну, донатьте мне эти деньги. Бля, ну я бы хотел учиться, кстати, реально. Я бы... Ну, прикиньте, ну типа... Хотя, блядь, не, мне кажется, это заебёт. Ну, в плане... Ну да, эта хуйня полная учиться нахуй надо. Я так умный. Куда ещё? Куда дальше? То есть вы понимаете, я в любой сфере могу освоиться. Это не проблема вообще. Вообще в любой сфере. Чем бы я ни занимался. Кроме физической работы. Не будешь себя вести на концерте как рейс? Я не знаю, даже себя как рейс ведёт на концерте. Я чё, ебу, блядь? Скорее всего, я просто заплачу, потому что людей будет дохуя. Мне кажется, я просто заплачу. Я заплачу и... И лягу на полу и буду плакать. Пока меня кто-то не успокоит. Вот такие вот планы. Фотку на концерте можно будет сделать... Ну, за деньги, брат, я не знаю, за деньги ты можешь хоть меня на концерте, я не знаю, поставить раком и выебать. Типа, ты главное заплати деньги. А остальное уже, ну, остальное... Ну, цена... Всё, всё решает деньги, ребята, в нашем мире. Я на всё готов. Я хочу быть богатым. Эли. Ну, это шутка, если чё, прикол. Не подумайте. А то, блядь... А то я помню, я говорил, короче, Давно ещё. Я по приколу сказал, типа, Если вы ко мне подходите, подходите ко мне с деньгами, чтобы сделать фотку. Ко мне реально там... Чел подошёл. Один раз. Ну, типа... Чел подошёл, просто 200 гривен такой, типа, протягивает. Типа, говорит. Вот, можно фотку с тобой сделать? Деньги сует. Типа, я такой говорю. А зачем... А зачем мне деньги? Типа, он такой говорит. Ну, ты же говорил, типа, фотку только за деньги сделаешь. Вот. Ну, я... Ну, я отказался, да? Ну, я отказался. Потом купил себе мороженое. Купил себе чипсы, кока-колу. На удивление, на 200 гривен всё получилось. Типа, лол. Вот. Поэтому деньги я не брал за фотку. Ты забрал деньги и отказался от фото. Бля, я вообще в ахуе, сука. Знаете, такое состояние, когда вы хотите суперсильно хавать? Вот, прям, нереально хотите хавать. Ну, вы понимаете, если вы похаваете, вам будет хуёво как будто. Ну, типа, будто будет тошнота какая-то. Ебать. Я вот настолько чувствую свой организм, понимаете? Я с организмом, мы просто, я не знаю, мы так информацию друг другу передаём. Типа, вообще, я не знаю, он так отзывается прям жёстко. То есть, он говорит мне, что делать? Хавать, не хавать? Ну, сейчас он, конечно, в раздумьях. Типа, он просто не понимает, что ему делать, типа. Он мне говорит, типа, надо похавать, но если ты похаваешь, ебать, это чмо, типа. Ну, я тебе кэшбэк дам, ну, верну кэшбэк в виде того, что тебе будет хуёво. Сколько будет билет на концерт стоить? Да я не ебу, сколько будет стоить, блядь, билет на концерт. Вы чё, ебланы? Откуда я знаю вообще? Это, я вам говорю, по поводу концерта это только лишь планы, понимаете? Это лишь планы. То есть, люди занимаются, люди, которые разбираются, они занимаются вот этим всем. Типа, когда у тебя появляется желание стримить. Да, блядь, вообще рандомно, в основном. Желание стримить появляется, ко мне делать нехуй. То есть, ко мне скучно. Вот, мне, мне стало скучно, я решил трансляцию включить ребятам, чтобы, чтобы подумали, что, что я, ну, люблю, уважаю, стримлю для них. На самом деле, мне просто скучно. Короче, сейчас я делаю, чё я делаю? Сейчас я, короче, делаю худак, худак делаю. Скоро появится сайт. Бля, ебать, сколько дел, дохуя, я так подумал. Пиздец, я занятой человек, у меня, ну, я вообще не знаю. Ой, очень много делал, ребята, у меня в последнее время.